Здравствуйте, уважаемые слушатели! Я представлю результаты исследования, которые проводились последствия года. Его посвящено совместному использованию автомобилей и распространению беспилотных автомобилей и тому, как это распространение может повлиять как, собственно, на динамику структур парка, так и на соответствующие потребности на энергоресурсах с его стороны. Исследование проводилось в НБРАН под руководством Михаил Юрьевича Ксенофонтова. При прогнозировании потребностей в нефтепродуктах на внутреннем рынке, прогнозирование спроса со стороны электронного транспорта выступает одним из ключевых элементов в силу того, что он съедает почти 30% всех нефтепродуктов. Основные факторы, которые действуют на эти потребности, это, в первую очередь, повышение спроса на услуги со стороны легкового автотранспорта. В настоящее время Россия находится на среднем этапе автомобилизации, на тысячу человек приходится 300 автомобилей, в то время как в странах, в которых уровень автомобилизации более или менее стабилизировался, это показатель выше 500. Кроме того, действуют факторы, понижающие потребности в энергоресурсах. В первую очередь, это снижение удельного расхода топлива на единицу пути. Этот показатель в ретроспективе все время снижался и, в общем-то, в перспективе также имеет возможности для снижения в силу того, что удельный расход топлива новых моделей существенно ниже средний по парку и, соответственно, по мере обновления парка будет повышаться средняя эффективность парка легковых автомобилей. Также важным фактором выступает изменение структуры парка по виду используемых энергоносителей в пользу тех, которые не являются водородами, в частности, электроэнергии. И, наконец, это исследование посвящено совместному использованию и беспилотным автомобилям, которые, в первую очередь, могут оказать влияние на динамику структуры парка. За счет чего один совместно используемый автомобиль, если он становится регулярным средством предложения для владельцев автомобилей, то у них возникает мощный мотив для отказа от своего автомобиля и использования различных сервисов. В этом случае один такой автомобиль, обслуживая сразу несколько домохозяйств, замещает с собой сразу несколько личных автомобилей. Совокупный парк снижается, интенсивность его использования возрастает. Беспилотные автомобили могут усилить эти тенденции в коммерческом изглозе, так и стать важным элементом совместного использования в секторе личных автомобилей. Если у вас есть беспилотный автомобиль, то нет нужды держать его на парковке, в то время как вы не можете им управлять, он может совершать полезную транспортную работу, обслуживая, допустим, членов вашего домохозяйства, либо быть задаваемым в какой-то срочной момент. Однако для потребления моторного топлива со стороны легкого автотранспорта эффект значительно ниже, потому что, из-за того, что автомобили у нас меньше, используются они интенсивнее. Соответственно пробег не снижается и потребление не снижается. Однако есть факторы, которые все-таки могут его снизить. В первую очередь это ускоренная электрификация совместного использования парка. Совместный использование парка используется интенсивнее, значит он быстрее выбывает, соответственно он быстрее обновляется. И при одинаковой гипотезе повышения доли электромобилей в продажах среди традиционных автомобилей, совместно используемых, доля электромобилей будет выше во втором случае. А так как у него и пробег выше, то, соответственно, в километре G, то есть две метели, а доля электромобилей будет еще выше. Вторым фактором выступает относительно эффективность использования автомобилей по сравнению с традиционными. И наиболее важным фактором выступает повышение доли каркулинга в средственном использовании, то есть такой формы, в которой вы едете не один, а с попутчиками. Коэффициент загрузки автомобиля в настоящее время один на два, то есть примерно один. И если вы едете с попутчиками, то он повышается, что сильно сказывается на снижении пробега. А, собственно, для этого в общих чертах была та концепция автомобилизации и спроса на моторное топливо, которой я занимаюсь, верно, не занимаюсь. И был разработан соответствующий инструментарий, позволяющий ее формализовать. И были рассмотрены шесть сценариев развития автомобилизации по действиям этих факторов. Первые два сценария не предполагают существенного влияния совместного использования. Они, скорее, нужны для наглядности. В первом сценарии базовый, тот, который наиболее распространен в настоящее время. Важно отметить, что единственное изменение, которое можно сделать, по сравнению с этой перспективой, это постепенное насыщение потребностей в услугах электроавтодранспорта и повышение доли автомобилей. Для России эти доли относительно невелика. Все определенные причины. Значит, сценарий один-два. Сценарий, в котором важным фактором снижения общего спроса на услуге электроавтодранспорта расступает распространение новых цифровых технологий, которые могут позволить заменить физическое присутствие в каких-то местах виртуальным присутствием. То есть, например, вместо того, чтобы идти в кинотеатр, вы смотрите кино именно на сервисе дома. С другой стороны, доставка еды. То есть, допустим, вы не едете обедать или едете за продуктами, заказываете доставку. Несмотря на то, что казалось бы, и вы едете, и к вам едут, тем не менее, пробег ниже во втором случае. Соответственно, также спрос на услуге электроавтранспорта является крайне низким. Второй сценарий, сценарий, в котором развиваются те тенденции, которые уже наметились в настоящее время. Бун сервисов, извоза коммерческого самого разного продолжается. И к концу рассматривание перспективы в 2045 году, доля такого парка в смысле довольно значимый, а замещение уже, по крайней мере, различимо по сравнению с базовыми программами. Сценарий 3, сценарий, в котором беспилотные автомобили выступают важным фактором совместного воспользования в секторе домохозяйств. То есть, как я уже описал, они совершают коммерческий фактор раз по второму году внутри одного дома, то есть домохозяйства. Тогда и спрос на них может быть несколько выше, и замещают они гораздо большую долю. В данном сценарии была выбрана гипотеза, что замещение к концу перспективы будет один к двуму. То есть один беспилотный автомобиль занимает два автомобиля. В среднем с такими автомобилями владеют люди домохозяйства в развитых странах. Сценарии 4, 1 и 4, 2 будут сходны тем, что здесь принимается гипотеза, что транспортные системы современных городов будут преобразованы с текущего состояния, когда они формируются стихийным образом. Все садятся в автомобиль и едут по своим диванам. К более запланированному при активном содействии транспортных властей города в этом срочи, условно назвать самобильнической услугой, в этом случае ведущая роль в транспортной системе отдается общественному транспорту. Для кого же автотранспорт выполняет свою роль только на первых и последних милях, то есть от берита вокзала или от вокзала до автопунктов, куда не проходит общественный транспорт. И в этом случае беспилотный коршерник может выступать таким элементом. Мотивы владения собственным средством становятся довольно низкими. Сценарий 4, 2 примерно о том же. Кроме того, принимается гипотеза о том, что распределяются транспортные потоки распределены таким образом, что пики существуют сейчас, утренние и вечерние, когда люди едут на работу и едут в неё, сглаживают за счёт распространения фриланса, гибкого графика, удалённой работы. В этом случае это несколько выше средних замещений. Подводя итоги, предлагаю сравнить, собственно, результаты расчёта во всех сценариях в современных нам уровне 2017 года. Значит, в базовых сценариях, которые совместно использованы либо отсутствуют, либо негативные коры, предполагается негативный рост совокутного парка. В сценариях, в которых совместное использование играет значимую роль, либо рост не наблюдается, либо можно даже видеть некоторое снижение. Что касается потребностей в энергоресурсах, то, значит, в первых двух сценариях рост не так велик, как рост парка. В первую очередь это, конечно же, связано с повышением энергоэффективности используемых двигателей. В сценариях, в которых наблюдается совместное использование, снижение, если не с базовыми сценариями, тоже не так велико во всего того, что всё-таки уменьшение автомобиля компенсируется повышением интенсивности их использования. Однако если разложить, собственно, это снижение по факторам, фактор совместного использования может быть довольно значимым. Ну, значит, если связация городов влияет, повышение эффективности и большую часть электронобиля может отъедать. Вот, собственно, фактор, который рассматривали они. Ну, и, как уже обмечалось, основными драйверами этого вклада является как раз более высокая электрификация в совместном использовании транспорта, она, собственно, завязана как раз на гипотезе электрификации, и повышение относительной эффективности. Спасибо за внимание. Спасибо, вопрос, пожалуйста. Пожалуйста. Сергей Романович, Вы прокомментируете влияние фактора, установлено, если люди совместно используют автомобиль, например, по системе кошель, о котором мы говорили, то есть такой некий момент пренебрежения собственностью. То есть, как человек, пользующийся не своим личным автомобилем, он может как-то влиять на, ну, возможно, обеспечить, повышенность, скажем так, наступает, разных важных гидроорастующих систем. Вот как Вы считаете, отразится вот эта стоимость повышенного ремонта и ухода за автомобилем на желание людей переходить на общее владение, как Вы описывали? Ну, безусловно, разные факторы влияют на желание. Другое дело, что то, что Вы описываете, в принципе, действительно может повысить стоимость коммерческого извоза. То есть, значит, автомобиль чаще портится, чаще требуется ремонт. Соответственно, владельцы сервиса просто в цену закладывают, точно так же, как ворованный товар закладывают в супермаркетах. Действительно, будет более высокая цена, и этот фактор может оказать влияние. В массовых расчетах я это не знаю. Спасибо. Спасибо. Вопросы еще? Пожалуйста. Два таких вопроса. Первого вопроса. Учитывали как-то региональные различия. То, что мы говорим о подместном использовании, это в основном про мегаполисы, потому что мы говорим про Москву и Питер, в более мелких городах, хоть и все каршельные сервисы, даже они есть мимо всех городах. И так же электромобили не на всей территории России. о невозможном использовании электромобилей и наличии социальных станций. И второй вопрос по поводу беспилотных использований беспилотных автомобилей. Использование беспилотных автомобилей требует законодатель чтобы использовать беспилотные автомобили на дорогах общего пользования, кто бы принести ответственность за возможные аварии и так далее, с этой точки зрения. А как эти факторы? Да, эти факторы я, безусловно, учитываю. Первый фактор я учитываю просто в расчёте, значит, как он устроен. Действительно, всё, что я рассказывал, оно в большей степени свойственно городам, потому что в Сёвах, даже эффективный беспилотный автомобиль, не способен выполнять функции такси, потому что там просто большие расстояния, они не позволят его эффективно использовать. Даже если они будут внедрены, они не станут совместно использованы. Поэтому есть просто физическое ограничение на долю совместно используемых автомобилей в продажах, которая завязана на уровне урбанизации. Второй вопрос касается электромобилей и того, что… По поводу электромобилей? Ну, там вы говорили электромобили и беспилотные, значит. По поводу электромобилей, там, в принципе, такая история, что действительно гипотезы для России выбраны очень консервативные. И в первую очередь действительно электрифицироваться будут крупные города, Другое дело, что людям в регионах никто покупать электромобиль не мешает. Тем более, что зарядка электромобиля – это не… Ну, в общем, вам не нужны специальные зарядочные станции для того, чтобы зарядить. Вы можете заряжать его дома. Соответственно… Ну, где-то, где-то должна быть розетка в свободном, легком доступе не стоит. Да, я согласен, что можно придумать много разных сюжетов о том, как электромобили вообще не продаются. Тем не менее, они потихонечку продаются. Это разумеется ограничение. Которое получено до электромобилей скромных консервативных. Что касается беспилотных автомобилей, которым может препятствовать законодательные ограничения, которые существуют не только в России, но и везде, они пересматриваются, значит, проходят фронты авторских агенций, которые предполагают разрешить использование беспилотных автомобилей как раз в связи с тем, что просто эти автомобили уже разработаны. Единственное, чего хватает – это как раз легальное поле для их использования. В России, собственно, с января 2009 года разрешено тестирование беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в Москве и в Казани. И, вероятно, это первый шаг для того, чтобы вести подходящие законодательные изменения. Последний вопрос, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, на схеме у вас распространение электромобилей – это два или двенадцать? Два, да? Это два. Два. А вы тут что учитывали? Только вытеснение моторного топлива или еще что-то? Только вытеснение моторного топлива. Ну, для того чтобы увеличить долю электромобилей, надо же электроэнергию еще разобрать. На самом деле, электромобилей довольно энергоэффективны. У них КПД в три раза выше, чем ДВС. Соответственно, прирост электроэнергии действительно будет, но не будет. Он будет, но он будет не то чтобы критически. Ну, то есть, это несущественно? Несущественно. Пока пока не будет. Но пока в текущих декорациях. Кроме того, надо понимать, что пиковая нагрузка, она всегда довольно высока по сравнению с нагрузкой в ночь. И электромобилей может заряжать в ночь, соответственно. Возможно, в ночь. Скажите, пожалуйста, тут все-таки получается, что вся экономия – 43, минус 38, да? Велико по сценарию. Потому что база – 17, а сценарий – 4. Вот это вся экономия – 5 миллионов. Ну, по сравнению… Дело в том, что есть еще прирост парка… Ну, то есть, просто, условно, прирост потребности вековых автомобилей, за счет того, что в мире становится богаче. Соответственно, мы получаем 43 плюс 17, то есть почти не 60. То есть, в конце концов, все происходит. Но если бы не было вот этих всех, то было бы больше, да? Да. За счет того, что прирост, рост к 45 году, модеризация и так далее.